Так, друзья, мы всем привет! Мы с вами в примерочной ВКОЗ. Опять ВКОЗ. Мы недавно были, я знаю. Но ВКОЗ распродажа очень быстро кончается. Я вот прихожу сюда буквально второй раз за последние пару недель, потому что я знаю, что, допустим, за Ария она идёт два месяца, H&M там тоже вообще круглый год вокруг. А ВКОЗ буквально несколько недель. Вот у нас, как я помню, у них бывает распродажа несколько недель, и потом они всё забирают из магазина, и у них становится только новая коллекция. А! Ещё такой момент. У нас нет онлайн-КОЗ. Мы не можем покупать онлайн. У нас нельзя. Ну, в общем, я не знаю, в Канаде нет онлайн-продаж КОЗ. Поэтому всё, что можно поймать на распродаже, можно поймать только в магазине. Поэтому я сюда снова припёрлась. Много вещей чёрных у нас сегодня, но КОЗ этим славится. Ну, вот всякие вот такое что-то интересное. Ну, правда, маленький размер. Не знаю, я ли влезу. Брюки интересные. Вот я хочу вместе их померить. Тем более они по цвету подходят. Обзор. Обзор я не снимала, потому что, по сравнению с прошлым моим приходом, ну, в общем, ничего нового не появилось. Поскольку сейчас распродажа, то у них, в общем, все силы направлены на распродажу. А новая коллекция даже особо не завозит. Ну, там есть кое-что, но ничего нового по сравнению с прошлым разом. Я вам, ну, вот в платье в таком коротком сегодня. Пацанушки у меня, серёжки из перламутра такие, цветочки. Всё, давайте будем примерять и посмотрим, чё почём, что такое, что чего. В общем, будем искать что-нибудь эдакое. Так, посмотрите, девочки, топ немал, потому что он, по-моему, экстра смол. Но он очень интересный, он с таким лёгким блеском. Ну, ладно, маловато. Ну, как бы вот, вроде бы и нет вот здесь. Он очень прозрачный. Ну, под него нужно носить что-то. Какой-то, знаете, на бретельках топик, чтобы вот прикрыть это всё. А брюки даже очень. Смотрите, какие красивые, правда? Они такие шелковистые и очень интересного фасона. У них сзади нет карманов. Мы сейчас снимем сзади. У них неплохая длина, я вам так скажу, потому что у меня сегодня каблук, но каблук не очень высокий. Вы видели эти пацанушки мои сто раз. Они просто-таки удобные, поэтому я всё время ношу. И каблук небольшой, но длина брюк мне, в принципе, видите? То есть они такие клёшные, они так и должны лежать. Мне кажется, что это идеально. И они даже по земле не волочатся. Давайте, может, я этот топ вытащу. Я не знаю, как он, понимаете, я бы его надела наверх, но я специально надела внутрь, потому что он мне вот маленький, хотя узковатый, видите? Вот здесь, вот в этом месте. А все брюки очень симпатичные. А есть какой-то такой... Давайте я сзади на себя посмотрю, потому что я не понимаю сзади себя, как я выгляжу. Спереди хорошо. Сбоку тоже ничего. Посмотрите, видите, живот всё равно торчит. Ну, ладно, что и как есть. Так, давайте смотреть на меня с попой. С попой. Ну, неплохо, да? Что вы скажете? Я, может, поближе подойду? Вот так неудобно. Ну, по-моему, ничего. Сейчас я посмотрю, сколько они стоят. Что, ну, к чему. Нормально. Смотрите, это топ сделан из стопроцентного полиэстера, но он очень красивый. Такой тоненький прозрачная паутинка с блеском. Размер, к сожалению, экстра-смол. Поэтому он мне маленький. Стоит он 120 долларов. И сейчас на него 50 процентов. То есть он стоит 60 долларов, но он мне мал. А вообще он мне нравится. Но не знаю, если 60 долларов... Смотрите, как он красиво и интересно сделан. Так хорошо обработан. Я не знаю. Я думаю, что 60 долларов уж не такие большие деньги для кос все-таки. Хотя это и синтетика. Ну, посмотрите, какой он красивый. Но он по-любому мне маленький, поэтому я его с таком. Брюки. Стопроцентный ацетат. И они стоили 170 долларов. А сейчас и на них 50 процентов скидка. Кстати, надо проверить, потому что я видела многие вещи. У них просто неправильно приклеена этикетка. То, что висит две вещи одинаковые. На одной написано 50 процентов, на другой 60. То есть очень может быть, что некоторые из них как бы не совсем правильно маркированы. У них вот такая вот застроченная стрелка. А, я не сказала. Значит, 170-50 процентов. Это будет 85 долларов. Это размер 8. Восьмой. И у них вот, смотрите, как интересно. Здесь идет стрелочка. Значит, она заглажена. А потом дальше. Мне кажется, что она как-то зашита. Или так заглажена, что она... Нет, не зашита. Но она очень хорошо заглажена. Абсолютно не разойдется. Значит, у нее... Здесь вот, кстати, какие-то... Ну, ничего. Можно отрезать. Карманчики. Здесь маленький карманчик. Сзади карманов нет. А, вот здесь вот такой вот есть карман. Сзади. Я даже его не заметила. Почему он... А, он зашит. Один. И вот такая вот кокетка. И три шва. Цвет больше защитный. Больше вот такой вот. Чем коричневый. Вот именно вот такой защитный цвет. И это ацетат. 100%. 85 долларов они сейчас стоят. У меня единственный вопрос. Но вы знаете, что я в процессе похудения. Я думаю, если я еще чуть-чуть похудею, они мне станут большие. Это будет очень обидно. Потому что 85 долларов все-таки денежки. Сейчас они мне идеальны. Но я, может быть, немножко еще скину. Не знаю. Очень симпатичный летний сарафанчик. Прекрасного синего цвета. На брительках. Но он немал. Это второй размер. Больше другого нет. У висела два сарафана. Только второго размера. И вот он на вид, кажется, нет. А здесь подкладка. И он мне здесь прямо очень узкий. Вот здесь-то ничего. Здесь-то можно еще меня, еще одно меня засунуть. У меня есть карманы. Он не очень короткий. В принципе, нормальная такая длина. Чуть выше колена. Летний хороший, милый сарафан. Но он мне очень маленький. А так-то неплохой. По-моему. Очень даже ничего такого брата. Так. Состав здесь 79% модал. 21 полиэстер. А подкладка 100% лопок. Размер, видите, двоечка. Двоечка мне, конечно, маловато. 175 долларов оно стоило, эта платьица. И на него 70% скидка. Это получается. Сейчас посчитаю. Так. Это получается 53 доллара. Это недорого. Но он мне мал. Просто мал. И, честно сказать, ничего в нем особенного, конечно, нет. Кроме цвета, карманов. Хорошенького фасончика такого расклешенного. Но... Ну, кос. Хорошее качество. Поэтому цена такая вменяемая. 70%. Видите? Но маленькие. Разобрали их. Потому что большая скидка. Их разобрали. Так. Очень красивое джинсовое платье. Оно мне чуть-чуть маловато. Вот так не видно. Но оно меня здесь очень так даже облегает. Просто... Просто этого не видно. Потому что ткань плотная. Но я по ощущениям чувствую, что оно мне маловато. И даже это видно. Видите? Вот оно здесь вот собирается. Потому что оно здесь узкое. И оно поднимается вверх. Красивый. Красивый фасон. Вот эти вот необработанные края. Мне очень нравятся. Но, опять же, это был десятый размер. Самый большой был в магазине. Больше не было. И я, честно говоря... Не знаю. Он мне очень нравится. Коротенький такой сарафанчик. Оно не дешевое. Плюс ко всему. Возможно, что это... Как бы... Не стоит он для того, чтобы... Даже если бы оно мне было как раз. Я не уверена, что... Оно мне надо за такие деньги. Я сейчас посмотрю, сколько оно стоит. Расскажу. Вы знаете, на нем нет цены. Это десятый. Видите? Десятый размер. 62 хлопок. 38. Я цел. Я выйду, когда... Может быть, если я найду второй. Их было всего два. Я посмотрю, сколько он стоит. И какая на него еще скидка. Но я помню, что скидка была 100%. Ну, в смысле, не 100% скидки. А 100% есть на него сейл. И он висит на сейле. Но вот здесь, вот на этой этикетке, не написано. Я помню, что он был не дешевый. Я помню, что я посмотрела второй... Второе платье, которое там было, оно было довольно дорогое. Но я постараюсь найти его, если найду. Если его еще никто не забрал, там не купил и так далее. В примерочную или как-то так. То я постараюсь найти, сказать вам, какая скидка и сколько оно стоит. Смотрите, какое симпатичное платье. Платье монашки. У него вот здесь вот такой вот воротничок. Он, кстати, застегивается. И получается вот такая стойка. Но мне не нравится. Я не люблю такое, мне не идет. А вот так вот намного лучше. Просто черное платье. Интересный какой-то такой рукав, рекла. Нет, не рекла, а обычный рукав. Но он как-то здесь какие-то складки-складки. Видите, вот тут. И вот здесь вот такая вот лента-тесьма. На вешенке покажу, здесь не видно. И отсюда на пузе идет складка. Карманов нету, и это жаль. А вообще оно широкое. Такое просторное, черное платье, короткое. Ну, симпатичное. Ну вот, мне кажется, что... Хотя это второй размер. Вот, да, девочки, тоже. Вот такой же вот, как... Что у меня... А, вот этот сарафан был второго размера. Он мне был очень мал. А вот этот платье у меня нормально. Ну, я как-то в последнее время... Раньше я очень любила такие фасоны, чтобы все прикрыто, чтобы ничего не было видно. А сейчас мне как-то не хочется покупать вот эти вот мешки парашюта. Широкие. Потому что... Мне кажется, что у меня очень... Ну, в принципе, ничего такого. Длина хорошая. Так, смотрите. Платье 96 хлопок и 4 эластан. Стоит оно... 150 долларов стоило. И сейчас на него 60% скидка. Значит, оно стоит 60. Размер второй. Это недорого. Но я не могу сказать, что оно мне прям очень нравится. Что-то в нем такое необычное. Особенно вот так вот сделана горловина. Здесь есть крючочек. Можно застегнуть. И вот смотрите. Вот здесь вот такая лента пришита. И отсюда идет складка. Карманов у меня нету. Манжет сделан вот таким образом. Давайте посмотрим, что у него сзади. Сзади у него вот такая вот сборка от горловины. Здесь тоже вот эта вот лента. Широкая, много тканей. Хлопковая. Что-то не знаю. Девочки, я не могу сказать, что я прям в восторге. Что даже 60 долларов... Ну, такое. Не знаю, не совсем. Не мое, не мое. Так, смотрите. Платье очень красивое. Очень интересно сделано. Оно из такого... По-моему, это называется неопрен-ткань. По-моему, это размер смолы. Посмотрите, как интересно сделан рукав. Оно так вот по фигуре, по фигуре. А здесь раскрешается. Оно мне вот чуть в пузе маловато. Видите, вот. Немножко торчит живот. Но, может быть, мы его скинем. Видите, чуть-чуть животик. Оно, конечно, черное. И это прям мое. Я прям люблю вот такое вот. Прям очень люблю. Подчеркивает фигуру. И живот, в том числе. Интересный рукав. Такой интересный каким-то клином. Здесь и здесь. Вот рукава такие, знаете. Как-то интересно он сделан. На него, по-моему, достаточно хорошая скидка. Я посмотрю, сколько оно стоит. Мне оно нравится. Очень, очень элегантное. Такое красивое черное платье. Вот прям как должно быть. Оно зимнее, мне кажется. Потому что неопрен. И вот с черными колхотами. Да, девочки. Живот. Немножко живот. Красивое украшение можно надеть. Вот за это я люблю черное платье, что их можно очень красиво раскрасить. Давайте посмотрим цену. Так, смотрим. Значит, это размер смол. Совсем маленький. 135 долларов оно стоило. И сейчас на него 70% скидка. Значит, это получается, что оно будет стоить 40 долларов. 40, там, с копейкой. Значит, посмотрите, как интересно сделан рукав у него. Да, это такая, это синтетика. Конечно, неопрен, но это такая специальная ткань. Как интересно сделать у него рукав. Он, видите, даже здесь не подложен. И внизу, по-моему, потому что это такая ткань, которая не сыпется. Это такой, как, как это называется? А, водолазный костюм. Водолазный костюм за 40 долларов. Ну, мне нравится оно. Оно необычное. Оно черное, но при этом оно такое, видите, как юбка сделана сзади. Красиво сшито. Спереди вот так, просто вот так вот отрезанное, а сзади оно вот так вот. Вот такие вот клинушки. Очень интересное платье. Хорошая цена. И, не знаю, подумаю. Так, девочки, еще одно очень красивое черное платье. Мы с вами его один раз примеряли, по-моему. Большой такой вырез в нем. Вот это мне не нравится. А все остальное, посмотрите, оно вот здесь вот, у него такие сборки сбоку. И здесь вот такие сборки сбоку. У него разный длинный подол. Сбоку длиннее чуть-чуть с одной стороны, с другой стороны короче. Тоже синтетика. Тоже я считаю, что это платье зимнее. Я даже больше скажу, что его можно носить вниз, какой-то такой гольф или свитер, или какую-то блозу белую, например, или какого-либого цвета. И, во-первых, вы решите проблему большого выреза. Закройте руки, потому что он, это платье, оно зимнее. Оно очень плотный такой трикотаж. Очень плотный трикотаж. Не знаю, кстати, синтетика или нет. Я сейчас посмотрю. Но оно очень красиво так лежит по фигуре, сделано. Вот за счет вот этих вот складов. Видите как? И они есть разных цветов. Есть такое светло-голубое, какое-то оранжевое. Но, если честно, мне черное больше всего нравится. Потому что, мне кажется, что вот другие цвета, они как-то его простят. Там есть прям реально такой голубой цвет, цвет детских подгузников. Нежно-нежно такой голубенький. Baby blue это называется у нас. То есть, такой голубой цвет для детей маленьких. Для маленьких мальчиков. И оранжевый тоже немножко такой... Ну, в общем, короче, не знаю почему-то, мне кажется, что черное. Именно вот черное самое. Хотя на черном не видны вот эти все детали. Понимаете? На светлых платьях больше видно, что вот здесь вот складки эти. Но, тем не менее. Все равно, мне кажется, что... Вообще, я черное люблю в последнее время. Мне кажется, что оно прямо, ух, рукой красивое. Так, вы знаете, у него не такой плохой состав. 70% хлопок, 18 район и 9 нейлон. И 3 спандекс. То есть, в принципе, оно в основном хлопковое. Я почему-то думала, что это синтетика. Стоило оно... Это размер medium. Стоило оно 150 долларов. И на него 60% скидка. Может, вдруг 70. Вдруг такое чудо случится. Получается, что оно стоит 60 долларов. Это тоже не так уж и много. Вот, посмотрите, как сделано вот эти вот... Вот эти вот складки здесь. Мне это нравится. Сзади замок. Просто замок. Ничего такого. И подол. Разной длины. Интересная вещь. Красивая. Девочки, потрясающе красивый черный сарафан. Просто потрясающе красивый. Единственное, что здесь или молния испорчена, но я не могу ее застегнуть. Не потому, что она не сходится. Она сходится вот здесь вот молния, но... Вот что-то заедает, и я не могу ее застегнуть. Должно быть вот так. Должно это выглядеть вот так. Какой же он прекрасный, этот сарафан. Посмотрите, как он красиво сделан. Ну, должны быть карманы. Должны быть. Нет. Ох, как жалко. Ну, неважно. Посмотрите, как красиво здесь сделана эта вот мережка. И в центре бретельки. Причем бретельки меняют, ну, меняют как бы свою длину. Их можно делать больше, меньше. Здесь просто вот такой вот запах. Вот такой запах. Потрясающей красоты. Конечно, это хлопок. Скорее всего, может, там чуть-чуть чего-то в нем есть другого. Но очень красиво вот это все здесь вот это выглядит. Ну, как бы должно быть вот так вот. Вот так. Какое изящное, элегантное, красивое, длинное черное платье на левом. Просто супер. Просто супер. Сейчас посмотрю цену. Соста. Очень красиво. Мне очень нравится. Прямо очень. Так, смотрите. 100% хлопок. 175 долларов на него 60% скидка. Значит, оно стоит 70 долларов. Сейчас этот сарафан. Десятый размер. Замок застегнулся. Но с большим трудом. Я должна найти. Если я найду еще один такой, будет очень хорошо. Значит, посмотрите, как у него сделана здесь вот красивая мережка. Сзади то же самое. И бретельки, которые регулируются. Сзади тоже вот такая вот складка. Сарафан прекрасный. Очень красивый. Цена очень хорошая. Хлопковый. 70 долларов. Я считаю, что это немного. Для кос это вообще немного. Только мне не нравится вот этот замок. Если я найду такого же размера еще один, который будет легко ходить в замок, то тогда я подумаю. Я так увлеклась сарафанами, что забыла записать церемонию прощания. Поэтому ставлю еще раз церемонию приветствия и накладываю озвучку. Я очень надеюсь, что вам понравилось и было интересно. С вами была Дита из Канады. Всех люблю. Целую. Всем пока. Искос. До следующих встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok